Антраль. Для здоровья печенки и подсолнковые залозы. Антраль. Просто не потянут по своим возможностям. Нет ресурсов для того, чтобы этих людей одеть, снарядить, экипировать. Более того, сейчас даже большие проблемы с выдачей стрелкового оружия. Там какие-то винтовки Мосина идут в ход. Что-то совсем древнее и непонятное. А реку там часто раздают какие-то совсем ржавые, кривые и неработающие автоматы. Не потому, что даже от злости присущей российскому государству такое оружие раздают. Просто нет другого. Уже заканчиваются. Эти гигантские советские запасы, они все-таки не бесконечными оказались. Они уже заканчиваются. Ну, могут попросить, конечно, могут попробовать еще типа как бы фиктивно, не фиктивно, а условно набрать людей. То есть сказать, что стоите на низком старте, вы нам понадобитесь в случае больших потерь. И таким образом, да, может быть наберут где-то под миллион с запасом, чтобы была какая-то никакая ротация на фронте. Потому что вот этот генерал Попов, на слова которого ссылался в самом начале ролика, он говорил же, кстати, что большая проблема в российской армии с ротацией. Людей не на кого менять на фронте. Поэтому человек приходит на фронт и сидит там, пока его не убьют. И ни разу не может даже в отпуск съездить к себе домой. Вот в этом большая проблема российской армии из-за того, что просто усталость накапливается внутри у солдат и офицеров. Ну и смотрите, вот эта вот мобилизация, которую еще непонятно, как ее назовут, может просто действительно назовут, как и в прошлый раз, как частичная мобилизация, но в реальности она будет и не частичная. И я все-таки думаю другое название, потому что очень уж российское общество так встрепенулось в прошлый раз. Оно вообще нужно, что-то невероятное, чтобы российское общество встрепенулось и встряхнулось. Уж какие-то боссные усилия нужно применить, но вот Путину удалось в прошлый раз. Я думаю, он не хочет повторять этот эксперимент, поэтому как-то иначе назовет мобилизацию. Но смотрите, для чего все это делается. Я предполагаю, что Владимир Путин сейчас очень хочет нанести Украине ряд локальных хотя бы поражений, чтобы заставить Украину и Запад, особенно Запад, пойти на переговоры о перемирии на своих, то есть на путинских условиях. Для этого, собственно, и нужны ему сотни тысяч мобилизованных, хоть как-то вооруженных, вот чтобы их бросить в бой, может быть скопом, и добиться там, не знаю, продвижения на 50 километров на каком-то участке фронта. Вот это будет преподнесено оставшемуся российскому народу, ну там неважно, какие будут потери, даже если они все погибнут, себе там 300 тысяч, плевать. Это продвижение на 50 или там 100 километров возможно, а может его, конечно, еще не будет, но если получится, то такое продвижение будет преподнесено российскому народу как великая победа, и после этого Путин потребует переговоров, перемирия с Украиной и с Западом. Собственно, для этого и нужны вот эти все мобики. Что делать в этой ситуации самым мобилизованным, мне кажется, потенциальным мобилизованным, мне кажется, абсолютно понятно, в идеале им сейчас нужно бежать из России как можно дальше. Насколько я понимаю, сейчас Франция и Германия предоставляют убежище тем, кто сам спасается от мобилизации и от отправки в Украину. То есть тем, кто не хочет воевать против Украины, тем Франция и Германия в общем предоставляют убежище. При соблюдении каких-то там условий, это надо выяснять еще, конечно. Тем, кто вовремя не сумеет убежать, кто все-таки окажется забрит, ну вот эти люди уже осенью будут, осенью скорее всего будут в окопах с автоматом в руках или внутри горящего танка или еще в каком-то не очень приятном месте. Потому что эти новоиспеченные российские солдаты будут отправлены убивать украинцев и сами будут массово погибать в украинских полях. Не знаю, кем вообще надо быть, чтобы согласиться, добровольно согласиться на такую судьбу, на такое будущее для себя, но я знаю, что все равно, конечно, такие люди будут. Все-таки у меня есть надежда, что многие, те, кто хоть немного дружат с головой, они постараются смыться и не участвовать во всем, и в массовых убийствах, и сами погибать не будут. Но я отдаю себе отчет, что, конечно, в России дураков, к сожалению, хватает и многие пойдут служить. Тем не менее, тем не менее, всем жителям России, мужского пола, прямо сейчас уже надо строить какие-то планы на будущее и иметь в виду, что объективно людей на фронте не хватает прямо сейчас. Даже для обороны не хватает людей. Потери в российской армии очень высокие. Поэтому мобилизация в той или иной форме будет обязательно. Этого нельзя абсолютно избежать. Это будет 100%. Подготовка к этой мобилизации государством ведется уже сейчас. Эта подготовка ведется полным ходом. Избежать мобилизации не получится. В условиях, когда многие при этом будут разбегаться и прятаться в потенциальной мобике, государство будет забревать в армию всех, до кого сможет дотянуться. Никакие брони, никакие отсрочки, ничего не помогут. Даже там факт того, что человек в армии никогда в жизни не служил, тоже не спасет его от службы. Надо убегать, надо убегать, надо прятаться и так далее. Ни в коем случае не ехать в Украину, не участвовать в убийствах. При этом некоторые, я знаю, говорят, а там можно немножко повоевать и вернуться домой. Такого варианта сейчас нет и не будет. Служить по указу Владимира Путина будут все до официального объявления демобилизации. А когда случится эта демобилизация, никто не знает. Во всяком случае, Путин не собирается ее объявлять до тех пор, пока не будет заключено какое-то перемирие или какой-то мир. Поскольку Украина никаких перемирий исключательно собирается, эта демобилизация может случиться через 5 лет, через 10. Фиг его знает когда. Может вообще никогда не случиться. Более того, я уверен, что для любого мобика шанс погибнуть на фронте в миллион раз выше, чем шанс вернуться домой по демобилизации. Далеко не все мобилизованные доживут до сладкого дембеля. Расход людей на фронтах сейчас очень-очень высокий у российской армии. Потери очень большие. Вот в прошлом году набрали 300 тысяч человек по частичной мобилизации. Все, их уже нет. Они закончились. Нужны новые. Так или иначе, они были либо убиты, либо ранены. Кстати, российские журналисты независимо подсчитали, что как минимум за 15 месяцев активных боевых действий, как минимум 50 тысяч российских военнослужащих были убиты. Для подсчета применялся математический анализ, законы статистики, нормальное распределение Гаусса и так далее. То есть это сугубо математический подсчет. Только убитыми не менее 50 тысяч. То есть за один год погибло в Украине больше россиян, чем погибло советских солдат в Афганистане за 10 лет войны. Эта война очень прожорливая в плане российской пехоты. Эта российская пехота гибнет там буквально как мухи. Дальше будет еще хуже. Почему? Да потому что кассетные боеприпасы. Сейчас эти кассетные боеприпасы пойдут в ход и никакие окопы от них не защитят. Никакие блин даже нифига. То есть российская армия будет истекать кровью в еще более быстром темпе. И тут надо сказать, что уже сейчас, на данный момент, украинские войска достигают серьезных успехов на линии фронта. Хорошо, не серьезных, давайте так, значимых, заметных успехов. Это, конечно, не прорыв обороны, не всякое такое. Но с помощью кассетных боеприпасов дело у украинской армии пошло намного бодрее и веселее. Поэтому те люди, которые там пытаются, надеются каким-то образом в России пережить мобилизацию, спастись от нее, смыться, как-то спрятаться. Я лучше всем советую, конечно, не рисковать. И уж точно, скорее в идеальном варианте, ввалить из России. А если это не получается, то прятаться и так далее. Ни в коем случае не ехать в Украину, убивать людей. Потому что с очень высоковероятностью все российские мобики, которых сейчас будут набирать по этой дополнительной мобилизации, будут убиты. Ну и у Путина, надо сказать, единственное, что может сейчас Путина удержать от введения этой мобилизации, это, конечно, какие-то серьезные успехи на фронте. Дело в том, что он очень переживает, очень боится объявлять мобилизацию перед голосованием по переназначению его царем. Это голосование состоится в марте следующего года. Это выборами, конечно, не назовешь. Это просто должны люди прийти и кинуть бюллетень в знак согласия с тем, что они готовы терпеть Путина еще 6 лет своим царем. Путин, конечно, может нарисовать абсолютно любой результат себе на этих выборах, в кавычках, хоть 150%, никто не может ему это помешать. Но есть проблема. Если будет слишком серьезный разрыв между реальными цифрами, реальными показателями его одобрения и тем результатом, который будет объявлен по телевизору, то может начаться какой-то неприятный процесс типа белорусского в 2020 году. Помните, тогда тоже было очередное переназначение Лукашенко, и все были уверены, что белорусы самые спокойные, самые мирные люди на планете Земля. Конечно же, они ничего не будут обрекаться и выделываться, а примут тот результат, который им сверху спустит Лукашенко. Но белорусы взяли и восстали. Конечно, Лукашенко смог с российской помощью подавить это восстание, да. Но Путину-то помочь, во-первых, некому будет. У него нет своего Путина, который еще выше сидит, еще более богатый, еще более злобный. Китай? Нет, Китай не будет вмешиваться. Китай уже давно дал понять, что вмешиваться не будет. Поэтому Путину, конечно, надо сделать так, чтобы результат, точнее разрыв между тем результатом, который он нарисует на этом голосовании, по итогам голосования и тем количеством его поддерживающих искренне людей был не слишком большой, чтобы этот разрыв был не более 20% в идеале. Потому что до 20% никогда не бывает никаких митингов, если намухливать себя 20%. А вот если выше 20%, то начинаются проблемы. Вот Путин, конечно, не хочет повторить судьбу Лукашенко в 2020 году, не хочет получить длинную, затяжную, что-то типа революции. Поэтому он будет бояться, он сейчас боится объявлять мобилизацию. Он понимает, что только мобилизация из всего того, что он вытворял в последние годы, последние десятилетия даже, две вещи затронул россиян. Первая вещь это была монетизация льгот. Ну это пенсионеры тогда возбудились. Это уже довольно давно было, больше 10 лет назад. А второе это мобилизация. Вот в прошлом году только буквально за пару дней, за неделю может быть, рейтинг Путина упал очень сильно, где-то на четверть. И для Путина это был страшный такой звонок, он испугался и сразу эту мобилизацию постарались быстренько свернуть. Дальше ее проводили очень тихо. Поэтому да, я думаю, что сейчас Путин раздумывает до конца, проводить ее или нет. Но если ситуация на фронте будет ухудшаться с нынешней скоростью, то тогда будет мобилизация. А если российский ажемент сумеет добиться какого-то успеха, где-то там прорывать фронт или что-то такое, тогда мобилизации не будет. Тогда Путин постарается с существующими силами справиться. Но опять же мобилизации не будет сейчас. После выборов, так называемых, мобилизация будет обязательной. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова